Обсуждение закупок облигаций становится все более напряженными в преддверии очередного заседания ЕЦБ, которое должно пройти 22 января. Доходы по государственным облигациям Италии и Испании резко снизились после комментариев представителя Центрального банка Италии Игнацио Виско журналистам немецкой газеты Welt Amzontag по поводу закупок облигаций и угрозы дефляции в Европе. Доходы по испанским и итальянским десятилетним облигациям упали на 2-3 базисных пункта, примерно на 1,72% и на 1,87% соответственно. В воскресном выпуске этой газеты были опубликованы его комментарии. Выкуп государственного долга – это самая эффективная мера в данной ситуации. Это стандартный инструмент монетарной политики. Мы называем это нестандартным инструментом только потому, что он уже довольно давно не использовался в Европе. Один из аналитиков компании KBC Securities считает, эти комментарии только подчеркивают тот факт, что чиновники ЕЦБ всерьез рассматривают возможность использования такого инструмента монетарной политики. Согласно ожиданиям, они могут объявить о внедрении программы закупок облигаций уже на следующей неделе. Член управляющего совета ЕЦБ и глава Центрального банка Австрии Эвальд Наводной сегодня выступит с речью в Вене, в ходе которой расскажет, чего стоит ожидать от монетарной политики в этом году. В четверг Йенс Видман, который выступает против дополнительного монетарного стимулирования из-за резкого падения цен на нефть, расскажет о своих прогнозах на 2015 год. 22 января Европейский суд в Люксембурге вынесет свое решение по поводу программы закупок облигаций, которая также известна как программа прямых денежных операций. Объявление об использовании этой программы немного успокоило участников рынка, но ранее она так и не была использована, так как ее внедрение, возможно, не входит в круг полномочий ЕЦБ. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь с нами, на этой неделе мы представим вам еще больше новостей об экономике еврозоны. Всего доброго.